Дорогие друзья, мы находимся на канале агрофирмы Аэлита. И речь сегодня пойдет о самом прекрасном, наверное, садовом цветке, о пионе. Точнее, о проблемах с пионами. Почему иногда они не радуют нас своим цветением. Ваши пионы не цветут? Это известная проблема, и причин может быть много. В каждом конкретном случае нужно анализировать ситуацию и по внешнему виду растения ставить диагноз. Мы сегодня расскажем несколько вариантов, и подумайте, не подходит ли какой-то под ваш случай. Одна из причин – тень и тесная посадка. Часто пионам не хватает солнца или пространства. Причина – загущенные посадки, затенение, посадка вблизи деревьев и кустарников, которые угнетают пион. Для цветения его нужно пересадить. Для молодых пионов вполне естественно не цвести в первые годы жизни. Но посадочный материал может быть разный. Некоторые молодые пионы цветут и в первый год. Одной из проблем может быть возраст растений. Не цветут и очень старые кусты. Многие садоводы не пересаживают пионы по 12-15 лет. За это время корни сильно разрастаются и теснят друг друга. Стебли очень тонкие, листья мелкие. Куст надо делить. Дорогие друзья, хочу вам показать вот этот вот старый куст. Есть разница, я ее вижу. В прошлом году цветы были очень крупные. Но поскольку этому кусту, видимо, здесь немножко тесно, и он довольно старый. Поэтому цветки помельчали. И в этом году они всего лишь такой вот небольшой формы. Поэтому я хочу этот куст разделить. Делить старый куст очень сложно. Корни получают много травм и порезов. После посадки новые растения долго болеют и тоже не цветут. Иногда причуды погоды оказывают тоже негативное действие. Порой уже растущие бутоны вдруг останавливают свое развитие. Выросли размером с горошину и все. В этом случае цветение уже не жди. В то же время кусты другого сорта или посаженные в другом месте участка нормально развиваются и цветут. Почему? Причины до конца не ясны. Возможно, был заморозок или очень обильная роса. Одни растения это пережили, а кое-кто оказался более чувствительным к перепадам погоды. Еще одной причиной нецветения пионов может быть недостаток питания. Для старых и долго растущих на одном месте пионов возможен вариант истощения питания в почве. Цветы постепенно становятся мельче, стебли тоньше. В дальнейшем пропадает цветение. Если пион не очень старый, то помогут подкормки. Через год пион восстановит силы и зацветет. Для старых пионов выход один – омоложение с помощью деления. Чтобы пионы успешно цвели, их делают каждые 6 лет. Еще одной причиной может стать избыток азота. Бывает, что пион закармливают азотными удобрениями, скажем, навозом. Ведь поначалу от них он растет быстрее. Садовод рад этому и повторяет подкормки. Но азот, а именно избыток его, может привести к болезням корней. И пионы могут не цвести какое-то время. Дорогие друзья, причиной перекормки азота еще могут стать такое вот сильное вытягивание стеблей. Дело в том, что куст становится большим, тяжелым и иногда ломается. Поэтому тогда, когда куст перекормлен и становится очень большим, обязательно необходима подпорка, как здесь. Иначе, ну, он просто сломается и погибнет. Порой не цветут не очень молодые, не очень старые кусты. Казалось бы, в расцвете сил, а цвета нет. Ищите проблему в корнях. Встречаются случаи, когда корень начинает обновляться. Старый корень по каким-то причинам отмирает и начинают отрастать новые корешки. Тогда приходится долго ждать цветения. Растение переключается на восстановление корней и ему не до цветов. Помогают выкопка и осмотр корня. Он может загнить. От механических повреждений во время перекопки, рыхления или от болезней. Кстати, даже от кротов. Загнившую часть надо удалить. Тогда развитие новых корней пойдет быстрее, поскольку очаг инфекции будет удален. Дорогие друзья, мы сегодня специально не рассказывали о болезнях, которые обычно поражают пионы. Этому будет посвящен один из наших следующих фильмов. Прекрасных пионов вам в ваших садах, дорогие друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова